Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Dragon Champions, и в этом выпуске мы проведем обзор нового чемпионата, приуроченного к празднику Пасхи. Посмотрим, что же там за артефакт, стоит ли за него побороться, и, конечно же, посмотрим особенности этого чемпионата перед предыдущими. А для начала рекомендую ввести промокод AlexProGift от нашего канала, вы видите сейчас его на экране, можно ввести через шестереночку. Код доступен для аккаунтов 15 уровня и ниже, и дает сочные ништячки для комфортного старта в игре. Итак, что же мы можем сказать такого отличительного сразу же насчет этого сезона чемпионата? То, что у нас магазин, посмотрите, 10 дней действует. Пасхальная витрина, это дополнительная витрина, которая открывается во время чемпионатов, и за специальные ресурсы события можно покупать различные материалы и осколки персонажей. Лично я буду, конечно же, конечно же, покупать вот такой вот легендарный камень звезды с ней, то есть есть уже два камня, куплю третий обязательно, потому что за 10 дней накопить пятнаху это будет, ну, вообще без проблем. Еще, может, даже два куплю таких на боссах, к примеру, можно много фармить, прям очень много фармить в день, получается, на одних только боссах по 2000 вот таких вот специальных ресурсов. Ну, за что мы можем получить еще эти специальные ресурсы? Конечно же, за активности в игре, вот, и в качестве награды в турнире, в самом чемпионате. Кто не собирается покупать эти камни, рекомендую вот такие вот пояса, молотки, прям вот не хватает их постоянно, вот такие вот еще форматы, типа поножи такие. И еще варианты глазки есть здесь, вот такие вот кольца с рогами, вот тоже будут не лишние, поэтому также можете рассмотреть в качестве покупки эти лоты. Вариант закупки здесь персонажей редких также стоит рассмотреть. Кому вдруг будет прям вот интересен какой-то персонаж, там Аска Китти, например, очень топовый герой, Эмили в каком-то плане, вот, ну и, конечно же, Зеро, это из старых топчиков, тоже будет интересно. Но нас сейчас интересует все-таки больше турнир, что здесь есть за фишка, как вы видите, мы уже почти получили финальный сундучок, но это дело буквально двух кликов, да, вот, добиваем 350 тысяч и открываем финальный сундучок. Ну а что нам необходимо делать? Просто заходим в игру, выполняем ежедневочки, наваливать нам будут много-много кубков за это дело, вот, по прокачке героев. Вот смотрите, например, самый мощный герой у меня на аккаунте это 60 тысяч, хотя это не пределы, я смотрел, у чуваков уже там сотни, как бы, думаю, это, блин, ну вообще, ну жестко, да, вот, сразу красный персонаж залетает, сразу у него сотня, блин, уже идет мощи, очень круто. Вот, далее, здесь что я выполнял? Ну, понятное дело, улучшил всякие варианты артефактов, вот, на артефактах много потратил золото. Ну, кстати, кому будет интересно, как слить золото, было в предыдущем выпуске, вот, там, где мы просто переключали артефакты на героя и тратили золото. Вот, то есть, один из таких форматов, собственно, давайте сейчас откроем. Золото 150 лямов, то есть, слить 150 лямов, вот, ну, с места, это очень тяжело. То есть, я, вот, смотрите, апгрейдил артефакты и потратил всего 66. Все, то есть, уже больше не влез. Поэтому, не знаю, буду, конечно же, наверное, бороться за главный приз. Давайте-ка награды за рейтинг посмотрим. Вот, первое место. 70 красных свитков. Ну, сразу так нормально, да, так наваливает. Вот, и 5 специальных камней апгрейда с 4 на 5 уровень в звездности артефакта. Это прям жесть, это прям супер, прям топчик. Вот, но в топчик обычно пролазят ребята, которые или очень-очень долго копили, вот, ресурсы. Вот, или же те, кто может позволить себе много сразу купить дракоинов и их потратить. Вот, в рамках события. В качестве основы здесь нам выдается клевер удачи, такой основной артефакт, основной приз, можно его так назвать. Чем вот отличается вообще этот клевер удачи от того фиолетового? Тем, что здесь шансы снять положительный эффект удвоены. Все, то есть тот же артефакт, который был, да, только чуть-чуть его улучшили. Блин, ну я не знаю даже, как бы могли бы сделать хотя бы здоровье в процентах. Ну, согласитесь, да, друзья, то есть поддержите, как бы, эту тему и обязательно в видео поставьте лайк. Вот, потому что плюс 9600 хп, но я не знаю это о чем, как бы, это ни о чем прям вообще на топ-левере. А, золотые артефакты, именно это все-таки прерогатива топ-левела. Так что могли бы все-таки сделать и в процентах вот хп-добавку. Ну, сделали, что сделали. Тем не менее. Вот, артефакт очень интересный, буду по-любому его получать. То есть попаду как минимум, как минимум в 301 500. Но планы, конечно, есть такие, чтобы продвинуться чуть-чуть повыше и 2650 даже взять. Основная заруба здесь начинается буквально в последние 10 минут события. Вот, если ты там, например, был 5-10, то утром проснешься 2650 по-любому. Вот, если прям не высидел, вот, не вычислил, сколько нужно тратить, сколько не нужно. Вот, сам артефакт, конечно, не такой интересный, как прошлый. Кстати, давайте я покажу вам прошлый, но тоже интересный. Вот, так. Прошлый артефакт мне, кстати, понравился. Вот, своей простотой, да. Простотой в плане вот дополнительного параметра. Талана дополнительно игнорирует броню цели. И все. Вот. Есть там какой-нибудь бронированный шкет, там 75 брони. Пофигу. 100 тысяч и все, и слетело хп. Вот, с одного удара. Очень мощный артефакт, то есть буду его, конечно же, улучшать сейчас, правда. Немножечко собираю ресурсы для прокачки этого артефакта. То есть, смотрите. Вот, макс звездность есть у меня. Можно до 4 звездочек качнуть. Потом, в принципе, можно будет и до 5. Но пока еще, пока еще, как бы вот присматриваюсь. Талану сейчас и хочется прокачать, но решил качнуть все-таки персонажей из гномов. То есть, возможно, буду их выкачивать. Пока еще не определился. Но в целом, артефакт интересный на Мердока. Вот, у кого эта пачка как основная, да. То есть, у многих игроков. Гоблин пак это один из основных. И те, я думаю, игроки прям будут рвать не только попу, да. Но что-нибудь и похлеще. Дабы взять как можно больше ресурсов для апгрейда этого артефакта. Кода, к сожалению, пока еще на момент выпуска этого видео мы не получили. Если появится, то это будет в следующем видео. То есть, кратковременные коды, которые доступны к различным событиям. Их дают тоже интересные ништячки. Вот, в частности, часто бывают специальные ресурсы события. Ну, а на этом пока все, друзья. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы? Пишите в комментариях и в наших соцсетях. Ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном комменте и в описании к этому видео. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках.